Туда, в зону среднюю, затем здесь уже следуют игры, игры или моменты игры на грани фола. Сипирь в атаке. Произойдет, если Ахмудили провел, и очень много таких важных шайб с пятака забер. При недоработке защитил ему завершение, уже меньше 10 минут играть во второй береге. Тридной момент! Мастероведов чуть больше. И они-то как раз свободным домом пользуются. Здорово. Павел Децук действовал несколько лучше. Ну что же, идет вперед Сипирь. Идет, надо теперь за честь, собственно, поиграть, забросить, постараться еще одну шайбу. Понятно, что в игре всего лишь одного Павла Децука изобразили прессинг-пост. Ах, какой неприятный для Ковар уже брать. Ну, очень спокойно играет автомобилист. Наверное, что называется, можно, так сказать, по счету. Ну да, как бы. Да, все-таки вот в некоторых ситуациях нападающим новосибирской командой. Вы сделали у нас там шайбы. Неплохо, что дальше. 13 секунд у него сирены. До сут шайбы спокойно. Ну, здесь я чуть-чуть бы с вами проспорил, почему раз опыта кубка у новосибирцев нет. В первом периоде ничья 0-0. Ну, наверное, наверное, пока мы не будем зачитывать статистику первого треска матча. Передачу. Поймать кладушкой, но нет. В атаке автомобилист. Хорошее оставление. Бросок из-под игрока не получился. Магнет гол. Это хитрость, если хотите. Все-таки чем славился наш отечественной хоккей, наша школа, это умение импровизировать. Зачастую советские флюги ловили соперника на смену. Сейчас мы это не предоставляем, когда нередко. Но за себя иногда бывает, как будто там сыграл сам. Ну, вот видим, и Кренбург по ходу атаки проводит смену. Сейчас свежие игроки появляются на льду по одному. И на этом должны сейчас сыграть. Ну, я думаю, что мы с нами делаем. Вот доставка защитнику. Бросок. Гол. Вот вам и развитие событий. И вот он, Павел Данил. Особых показателей не замечено. В среднем где-то в серии плывов за матч он проводил до 17 минут 35 секунд. Расцелен была эта самая шайба. Никак не удается одним в зоне закрепиться, чтобы как-то у нас попытка адаптировать. А самое главное, не проваливаться в обороне. Ну, конечно, тем более сейчас в Кренбургской команде вновь вернулось тревожство в три шайбы. Оно такое скользкое, как две. И вот еще одна важность, почему позиционные ошибки стали выпускать команды. Это вопрос нервы. Нервы, но и потери концентрации все-таки очень... 8 минут 19 секунд остается играть. По всем правилам, как считает орбит, это судовой прием. Остановки нет и нарушение правил, естественно, тоже. Такая возня пошла. Не в пользу. Да, причем там сам Петянович пошел бить Трянкина и в этом столкновении получил повреждения. Ну, как сказано, официально нижняя часть петенки. Показывает это очень важно. Мне кажется, потому что вы подмечаете, коллега, те нюансы, которые простой зритель, да и наш брат, плей-бай-плей-комментатор, не всегда может увидеть. Но внимание... ...но и окипаха. Ну, давайте посмотрим за второй спецбригадой большинства, во главе с Гуцуком. Тимьянов. Вот уже звено Гуцука. Будет пытать счастье на чужих ворот. Привлекать начали. Время троек не так много остается. Но главное, чтобы в зону вошли. Дальше, дальше. Гуцук. Это всегда опасно. Молодец, Фомор! Правой штанге и сделал это своей ватруфунбокс. Ну да ладно. Последние секунды... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова